друзья всем привет с вами кухня с акцентом это всеми вами любимая рубрика о кухонных товарах с алиэкспресс поехали и как всегда ребята мы не сдаемся некоторые вещи действительно вызовут у вас улыбку я уверен например такая чеснокодавилка знаете на нашем канале это объясняю просто тем кто может первый раз на нашем канале находится каждый обзор кухонных товаров у нас там всегда есть какая-нибудь чеснокодавилка чеснокорейская и так далее и вот такая терка ими не успокоимся пока не найдем более-менее нормальную ладно я уберу это все в сторону чтобы она нам не мешала начнем друзья мои вот с такой китайской терке я уверен что многие из вас ее узнают сейчас она достаточно активно рекламируется и даже в магазинах тоже продается во-первых почему она мне сразу понравилось потому что упор сверху помните мы до этого у нас шредер был когда упор сбоку и при этом он не за стол цепляется ничего не делает в общем ты стоишь как бы и упираешься и он уезжает от тебя пока ты трёх там продукты или режешь убегает вместе со с тобой тут этой проблеме нету так как еще есть присоска и и просто закрываешь ну так хорошенько так хватает давайте сразу начнем проверять без лишних разговоров ребят взял самую маленькую мелкую терку для моркови по-корейски давайте с нее и начнем давайте скажем честно что очень даже неплохо вот такой этот остается как его отходы такие это знаете почему потому что есть достаточно большой примерно наверно миллиметра 3-4 между корпусом и теркой и вот такие отходы остаются но все-таки она работает я это очень удобно ребята представьте я целую морковь натер буквально за несколько секунд это классно ребята я сейчас вас сумму почему все так вот вроде все так хорошо вы просто на это смотрите терка погнулась представьте то есть она когда его в сторону зажевывает настолько терка тонкая что она просто гнется вы издеваетесь это что фольга это что за позорище дорогие ведь вот классно все начиналось я так так обрадовался все ли морковку натерли за секунду и терка все по ну разве нельзя вот эту тёрку сделать чуть потолще совсем немного ребята вы понимаете я ну по мне наверно видно что я особо усилий не приди не прилагаю и она смотрите она как фольга как можно такую она знаете за счет чего совсем не перегибается за счет вот этой пластмассовой накладки на конце она тоже круглая и не позволяет ей прогнуться в его 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 и как ну эти загрязь каждый видео удивляюсь какие они бракодил идея живет очень классная давайте честно скажем тут может быть знаете еще момент какой я сейчас подозреваю что скорее всего скорее всего из-за того что я купил вот эту штуку самую дешевую на следующем обзоре возьму вот эту терку китайскую но самую самую дорогую и проверим а ну-ка интерес это ребята намного прочнее толстая терка намного прочнее намного отлично давайте ее проверим до отходы остаются как обычно но это классная вещь в любом случае жалко что она в стадо по сторонам такие отходы оставляют но это вообще мелочи натеряет морковку просто за считанные секунды какой класс давайте сейчас картошку проверим третью насадку тоже посмотрим как он с картошкой справляется ой какой ужас какой ужас у фу ребята как это неудобно но это что куда такую картошку смотрите с этой стороны такая тоненькая почти прозрачная тут толстая и каждый кусок такой буквально каждый кусок смотрите потом она вот эти отходы со стороны зажевывает смотрите лезвие опять погнулась что они такие мягкие честно без преувеличения тут не надо прилагать усилий ясное дело что он будет деформироваться картошка весь достаточно таки плотная ну что это вы издеваетесь дорогие подведу итог быстренько ввеш на самом деле идея точнее очень классная супер но немножко недоделанное вот они если эти тетки сделаю потолще потому что лезвие они не должны так гнуться это нереально они же должны продукт резать да то это будет вещь на 5 а сейчас эта вещь на двойку потому что ну извините один раз картошку порезал и лезвие выкинуть зачем такая терка это слишком дорогая картошка выходит ладно идем дальше следующем ребят хочу вот такую маленькую вещицу вам показать почему-то она меня так привлекла я знаю почему потом все зубочистками постоянно пользуюсь а тут знать такая классная штука типа ты зубочистки засыпал и потом кнопочку нажимаешь и отсюда так зубочистка выскакивает и ты уберешь идея классная согласитесь так интересная надоела вот это берешь вот эти постоянно надо из этих тирочек 2 зубочистки а тут сейчас по проверим проверим вот эту верхнюю пластмассовую накладку надо снять потом взять зубочистки их отправить сюда потом накрыть и просто нажимать и они будут выскакивать ну давайте проверим ага да выскочила она забираешь о класс а ну-ка а зайти какой момент я сейчас я сейчас их уложу и они будут выскакивать а ну-ка из десяти нажатии три раза сработало еще раз работало давайте еще раз не сработало 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 наконец сработало короче я по моему систему разгадал друзья значит берете чуть-чуть вот так страхиваете вперед чтобы они вискачили нажимаете видали как выскочила вот вперед до вискакивает вискакивает да да если то есть вот так как бы его как вот китайцы мне тут нарисовали что он типа на столе стоит а ты нажимаешь смысла нет ребята они все преувеличивает надо вот так все зубочистки вперед стряхнуть нажимаешь все ладно хватит меня я возвращаюсь к стандартному методу добивания зубочисток здесь намного чаще срабатывает ну конечно опять таки идея классная но честно ребят не срабатывает там знаете есть такой рычажок он на пружинке и когда ты нажимаешь пружинка срабатывает и рычажок выстреливает зубочистку но дело в том что зубочистка может на этом рычажке не не лежать и надо нажимать нажимать раз десять нажал один раз выискочила в общем вот вот чистый рафинированный китайский хлам и кстати я поддался видео на это и рассчитано мне стало интересно что это оказывается это хлам вот что хотите маленький прикол мне написали для рекламы с алиэкспресс какая-то фирма не буду сейчас их позорить на не себя узнает я думаю ну написали мне что зуба не заметили что вы иногда записываете обзор и на них типа много просмотров и могли бы вы записать рекламу там что-то мы пришли мне говорю то конечно присылайте вещи но я я сговорю я буду записывать честный обзор то есть если мне что-то не понравится я скажу они сказали ими подумали решили что не стоит нашел на алиэкспресс вот такие чистые для апельсинов мне на самом деле стало очень интересно потому что на видео знаете девушка так надевала на пальчик его и апельсин очищала там буквально за секунду ловко с руки никакое мошенничество давайте мы тоже проверим вот здесь видите такой маленький еле видней крючок видите его вот он его нужно воткнуть и начинать им прорезать апельсин кстати прорезает у него очень очень легко фуф вообще как нож сквозь масла ничего себе по классно аж приятно так как-то идет и потом потом что а ну-ка все тут было а потом типа вот этим поддеваешь смотрите прикольно ну давайте еще проверка да как бы вообще без проблем и смотрите апельсин пока вообще не поврежден вот про эту штуку я думал что это хлам хламов король хламов и при этом он сделал свое дело обалденно быстро и просто это быстрее чем очистить ножом кожуру вообще однозначно при этом апельсин не поврежден это прикольно то есть работает знаете идея кому-то пришла он такую вещь придумал и она рабочая как это неудивительно давайте контроль не еще один апельсин почистим все так и знаете момент какой если наловчиться я думаю что это можно делать очень быстро ну-ка я постараюсь типа быстро и можно порезаться нужно быть осторожным вдеваем его но например вот здесь уже проблемка друзья посмотрите у этого апельсина толстая кожура у нее прорезать не смог вот так вот но на давай еще постараемся посильнее нажать до у него не смог прорезать ну это естественно потому что тут раза в два толщина больше чем вот у этого маленького лезвия но знаете что я все равно похвалю эту вещь потому что после того как я сделал вот эти много насечек да ведь на этих на апельсине он очищается как мандарин намного легче обычно вручную он так легко не чистится так что он как бы все равно помогает это прикольно смотрите просто как мандарин очистился апельсинчик вот так очищение апельсин свободно друзья в соковыжималку целиком прикольно однозначно плюс я даже по 10 бальной шкале этой штуки 10 поставлю знаете почему потому что неожиданно удивлен приятно он свое дело делает я подумал ребята знаете хотел вам сказать что бесит тут лезвие было бы чуть побольше все резалось бы легче но это не применимо потому что этот апельсин тогда был бы поврежден то есть если лезвие будет больше он будет апельсин тоже резать одновременно и когда вы будете чистить апельсин будет вытекать у вас будет руки-мокрые ну в общем понимаете это как бы нарушить структуру поэтому все равно плюс однозначно сейчас удивитесь что я сделаю но это одна из редких вещей которая идет не мусорку с китая а сюда следующий кухонный гаджет это такая чистинка для авокадо я уверен что многие из вас тоже видели тут написано три в одном то есть вот этим лезвием ты надрезаешь авокадо затем всеми семья вытаскиваешь вот этими металлическими зубьями лезвиями их не назовет потому что это просто тупые металлические зубчики какие-то тупые в смысле этот не острые я никого не оскорбляю и потом вырезаешь вот этой нижней части уже сам авокадо проверим начинаем резать прорезал авокадо достаточно легко и хотя если авокадо мягкая чего его прорезать потом вот так нужно слегка ударить да свое дело сделала вытащила без проблем и нужно начинать от широкой стороны до идеально вытащилась скажем что как работает и без особого напряга как-то это очень быстро происходит но тут есть одно но а что если это потому что авокадо был слишком мягкий а у меня есть вот здесь твердый авокадо вообще конечно авокадо лучше использовать их уже мягкая до готовая к употреблению спелые но все-таки проверим друг нам нужно не такой мягкая авокадо режет авокадо он вообще без проблем нормально открываем его но этот намного плотнее потом такой и легкий удар прокручиваем выходит вообще без каких-либо проблем и с широкой стороны смотрите он почти размером с авокадо как раз ну вот тут уже посложнее немного но все равно он ребята очень хорошо вытаскивает правда плотно и авокадо он лежит не так легко но все-таки он смотрите справляется идеально на потом можно вот здесь под нажать чуть-чуть вот так и руками это не не работает работает давайте скажем честно что есть то есть если максимально честно у меня все равно возникает вопрос насколько полезна эта штука потому что обычный нож справляется с авокадо лучше никуда друзья просто надрезал а потом любое авокадо можно просто вот так руками почистить один для вас лайфхачик не нужно вам столовая ложка что только люди не придумают смотрите друзья просто хочу показать вот вот как очищать авокадо и на это уходит у меня обычно секунды 2-3 поэтому пачкать еще что-то но не знаю если человек знаете слишком много авокадо употреблять не знаю по нескольку килограмм в день ему нужно по-быстрому это очистить кстати эта вещь кому пригодится мексиканцам вот они там авокадо во все использует мы как бы люди честные и говорим что для того для чего он создан он должен хорошо порезать он должен семечко легко вытащить а потом авокадо как бы с дольками нарезать он это делает на этом все для меня эта вещь не применимо но кому-то из вас можете сгодиться следующий кухонный предмет который я вам хочу показать вы удивитесь но опять чеснока довилка не точнее чеснока резко вообще все чеснока довилки и резко что есть в мире мы потихоньку с вами по моему перепробуем пока не найдем нормальный штука достаточно незамысловатая просто бросаем сюда чеснок вот здесь стрелки показывает что нам нужно крутить его против часовой стрелки и обратно когда он до конца дойдет значит что чеснок мы уже порезали открываем а почему на такие длинные эти смотрите на такие кусочки у него и порезал да все вот такие длинные куски а смысл в этом я что-то не догнал она тут сколько чеснока осталось давайте посмотрим смотрите чеснока осталось внутри немного но нарезан он не особо хорошо если бить совсем уж максимально честным такая нарезка чеснока не применимо ни для чего во первых тут написано что это измельчитель для чеснока а тут чеснок как вы видите не особо и мелкий во первых во вторых после того как вы его использовали вам нужно помыть вот это вот это и вот это три вещи как мне кажется стандартная классическая чеснокодавинка намного лучше вот этих современных изобретений при том момент знаете какой друзья чеснок получается слишком такой ни туда ни сюда или тебе нужны крупные дольки чеснока для того чтобы например обжарить на масле быстренько потом убрать чтобы масло напиталось чесноком для этого вот эти куски не годятся они для этого слишком мелкий при том чтобы просто добавить в блюдо они слишком крупные это ни туда ни сюда я не понимаю для чего это применимо и вот такие вот такие длинные дольки чеснока раздавленного там большие куски и маленькие куски каша какая-то но так как мы с вами ребята максимально честные мы скажем что чеснок он все таки давит но не измельчает следующий наш экспонат вот такая электрическая чистилка кто не знает откуда эта штука значит вы не подписаны на наш канал про потерянные посылки а это что у нас а это это шнур вилка короче и те из вас кто не знают откуда эта вещь значит вы не подписаны на наш канал про потерянные посылки что очень плохо конечно там действительно очень интересно это в этот инструмент мы нашли потерянных посылках ладно что еще тут в наборе вилка и запасные лезвия раз два три четыре четыре запасных лезвия в общем это электрическая чистилка и он должен очищать смотрите картошку без проблем сквозь но мы давайте скажем кабачок яблоко апельсин манго киви лимон давайте хоть что-нибудь из этого то что я найду то и почистим сейчас это пока поднимаем слушайте на самом деле какой неудобный вот честно вам скажу и и что просто нажимаем да ну давайте что-то отлетела что это куда ты отлетел почему ты отлетел где ты был вообще это помнишь гену билу ну как вам кажется это картошка почищена большие сомнения то есть это картошка должна быть идеально ровной идеально круглой чтобы у нее почистить это снизу и сверху у нее не чистить поезд очищать картошку все равно надо и в чем смысл я до конца не понимаю ну ладно давайте дадим еще один час я сейчас где-нибудь где-то я киви помню вернул я лезвие на место он походу еще и нарезать должен но давайте посмотрим как он с этим справляется давайте воткну прямо по центру чтобы не было вопросов пробуем ребят у него сил не хватает порезать кожуру вы слышали этот писк единственное что случилось это то что вот лезвие которое тут она просто порезала киви вот и все но как вам кажется она очищена но бедняки вида изрезан жестоко изрезан нет не почистила ладно давайте еще один шанс дадим давайте кабачок прочистим типа может лезвие надо сменить давайте еще это тоже сделаем поставим новое лезвие ребят поменял лезвие чтобы не было вопросов у вас тоже ко мне и кабачок под порезать кабачок ничего не стоит наверно самый мягкий посмотрим на понятно так максимально по центру втекаем все начинаем почему знаете интересно почему он кожуру не снимает она же у кабачка то мягче кабачка еще и забила все тут кожу на мягче чем у кабачка бывает разве ну как ты можешь это же даже не баклажан ладно давайте еще последний раз раз уж начали то страдать до конца давайте вот эту штуку вот так поставлю с краю и даже знаете что сделай лезвием проткнул вот так кожуру кабачка ну хоть сейчас справишься надеюсь ладно народ закругляемся это бесполезно эта вещь просто я не хуже у нас пока по моему ничего не было тут нет била яйцеломалка помните вот это нажимаешь и она яйцо вдребезги всмятку и все вместе там с ковру по вот вот это из той категории не знаю ребята может сама штука бракованная но она новая по как она может быть лезвиями заменили кожуру я знаете что я воткнул уже в кабачок вот это лезвие подумал что может он так пойдет и будет чистить нет знаете он чуть-чуть прочистил а потом опять соскочил смотрите вот видно что он цеплялся за кабачок я знаете так эту вещь опишу что это такая вещь что я даже в китайских вещах разочарован ну как такое может быть дорогие следующий наш экспонат достаточно кстати интереснее это вот такой аппарат для лепки пельменей я уверен что его тоже многие из вас видели уже на самом деле знаете как то интересно стало попробовать насколько он качественно будет лепить пельмени и по времени тоже интересно не просто как он будет лепить а стоит ли с этим вообще заморачиваться на самом деле аппарат ребята достаточно простой ставите вот сюда тесто начинку нажимаете и у вас должны получаться пельмешки давайте проверим тесто у нас уже готово давайте его раскатаем сначала раскатаем тесто очень очень тонко как обычно китайцы делают свои пельмени ну да достаточно большие они хорошо вырезаем на самом деле немножко неудобно ребят потому что вот эта штука постоянно норовит куда-то прокрутиться немного фарша фарш в данный момент у меня друзья смешаны это свинина говядина и разная зелень со специями нажимаем ну да вообще-то без вопросов вам о ну да 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 ребята и слепились они тоже очень очень плотно я знаете об этом думал насколько плотно у них слепит не будет ли они разваливаться но как бы вряд ли взял стакан побольше и вот по размеру уже идеально подходит в этот раз у меня чисто свинина свинина с азиатскими специями нет надо еще раз попробовать ребята потому что все прилипло а почему мне немножко непонятно этот раз начинка будет совсем другая тут индюшка индюшка лук порей чуть-чуть капусты и я думаю надо наверно резко нажать чтобы он довольно таки сильно слипся и просто вылетел да но видите друзья какой момент то что мы до этого ставили тесто да когда она убила поменьше вот так и надо было это слишком большой то есть вот вы на эти края не смотрите это немножко неправильно вот я вам это еще раз докажу сейчас этот раз начинка у меня из марий продуктов это креветки нажимаем то ребята да точно просто нужно тесто делать поменьше но и так тоже визуально как ни старайся они все равно не очень красивые ну что же давайте попробуем это сделать вручную сколько секунды это заняло дорогие вердикт мой такой это конечно не самая худшая штука что мы тестировали но опять таки по мне немножко неудобно во-первых пельмени получаются не такими красивыми как вы можете это сделать рукой даже близко по скорости вручную намного быстрее потому что смотрите аппарат всего на 2 на 2 пельмени и себе это было бы намного не знаю тут штук 30 вот так и типа вы положили знаете эти тесто 30 штук потом быстро начинку одним нажатием и брах у вас выпало 30 пельменей там и все идеально а так я не знаю надо положить отдельно притом осторожно знаете что края не заходили чтобы ровно посередине поправить а то они какие-то уродливые получаются потом надо начинку положить везде потом нажать вручную это намного быстрее ну честно но если человек не может не знаю не умеет лепить может это ему и поможет скажем так так что лично мой вердикт если по 10 бальной шкале ну наверно на 7 потому что заявлено что это пельмени лепкая на пельмени лепить нет ребята может я как-то наловчу силе через десять я буду просто знаете вот так тесто быстро начинку по теста начинку тесто начинку это будет с огромной скоростью но у меня большие сомнения все равно ладно ребята не самая худшая штука скажем так и последняя вещь на сегодня которая меня очень заинтересовала я вам хочу ее показать это такая термоподставка под стакан значит шнур на уэсби подключаем его к ноутбуку на самом деле задумка очень классная особенно для тех кто знаете постоянно за компьютером сидит работает что-то обрабатывает в общем вы подключаете эта штука должна нагреться подождем или потом на нее как вы ставите стакан там с кофе с чем еще с чем-то чтобы он не остывал и сидите такой и работаете за компом ну что ж давайте подождем нагрелся ребят но что-то так слабо это не может никак то есть тепла тут недостаточно для того чтобы поддерживать им температуру в стакане ты притом в керамическом так как у керамики достаточно такая плохая теплопроводимость но вот давайте чтобы все было максимально честно опять таки я это оставляю вот так тут вода почти горячая почти оставим на часок на другой дорогие как думаете вот я включился подключил и насколько прошло времени минут 15 я такой отошел думаю давай праве и пали за суетом почти остыл уже пил почти горячий да и а уже холодный при этом если дотронуться тут креет только то место где лицо вот это вот что оловянный солдатик или китайский солдат я не знаю но не не ну ка снизу снизу вообще холодная нет это абсолютно бессмысленно скорее всего мне кажется что мне попался брак если у кого-то из вас такая штука есть напишите пожалуйста в комментариях может я просто не то взял но я соответственно конечно ребят взял самое дешевое может поэтому она и и такой ну ну не не стоит а может быть я думаю подозревать что все-таки может бракован знаете если бы чуть пошире он грелся быть тогда еще другом вес маленькой точки реально греется и все и этого не хватает для того чтобы не то что стакан не то что воду нагреть стакане сам стакану не нагревает сады и друзья подведем итоги на этом видео закончим идея очень классная мне понравилась она потому что я сам думаю что многие из вас тоже люблю пить именно горячий чай когда чай остывает я его пить вообще не могу я лучше воду выпью и как-то идея классная ты не положил сидишь там компьютер на сериальчик даже смотришь что-то и там греется прикольно ведь взял и чай постоянно там горяченький а тут опять опять меня обманули но ничего мы для этого тут и собрались как ведь тестируем китайский барахлов ладно друзья на этом думаю видео надо заканчивать не хочу просто чтобы оно получилось очень большим многие из вас кстати писали что зурам когда будет обзор на китайские товары немножко подзабил ребят замотался потому что там у нас второй канал с распаковками еще что-то буду по чаше выпускать постараюсь а вам как всегда хорошего настроения хорошего времени суток чтобы у вас там не было перейдите друг друга и любите друг друга всем спасибо пока пока и